Мы проводим осмотры и фиксируем нарушения грубейшие природоохранно-законодательства, связанные с нарушением работы очистных сооружений. Стоки не соответствуют нормативу. Мы отобрали лабораторные пробы. Мы будем рассчитывать... Затем, чтобы вы понимали, что вы попали, ребята. Вот здесь нашему взору открывается привычная нам всем картина загородного пруда. Вот здесь небольшой водоемчик есть, нет никакого редкого неприятного запаха, он покрыт вот этой вот тинкой, вокруг идет много зелени, но вся эта благополучная картина заканчивается ниже по течению, потому что после точки сброса ничего этого вы больше не увидите. Вода там мутная, вонючая, а все дно покрыто каким-то илом. И естественно ни о какой тени растительности и животных и речи быть не может. В той воде не выживают ни животные, ни растения. Вот они только сегодня прекратили, да? А так вот они неделю посбрасывают, и я к ним, я подошел к нему, ну отначально, они меня прекрасно знают, вот, и говорят, я говорю, ребята, ну вы, наверное, когда сдавали этот поселок, у вас же очистные сооружения какие-то, вам же не подпишут бумаги без этих очистных сооружений, и вы туда добавляете, наверное, нейтрализатор. Ну, естественно, химию получается. Почему вы на нем экономите, на этом нейтрализаторе? Почему у вас постоянно не идет чистая вода? Вот, сколько можно? Вы можете делать, что хотите. Нам не нужна полиция для захода на территорию. Почитайте закон. Если вы что-то не знаете, не надо сейчас своим незнанием, не надо сейчас своим незнанием позориться. Не надо. Слушайте, а почитайте федеральный закон, который вы нарушаете природоохраны. Здесь вам конституция никак не защищает. Да, ну где? Ну приезжайте, понюхайте, как пахнут ваши очистные сооружения. В рамках нашей инспекции мы провели визуальный осмотр очистных сооружений, и, к сожалению, он показал, что они находятся, ну, просто в удручающем состоянии. И все эти разговоры про то, что им всего один год, и то, что они были запущены недавно, и про то, что они работают просто там отлично и безупречно, все это, конечно, полная блажь. Вот простой пример. Посмотрите, например, в каком состоянии выглядит вот этот выпускной коллектор, откуда как раз выходят стоки из этих очистных. Он просто разбит, держится на честном слове. Весь треснутый, весь поломанный, и непонятно, сколько еще времени пройдет, чтобы он окончательно не обрушился. Вот примерно в таком состоянии вся система очистных сооружений этого поселка, где мы сегодня побывали. Это, конечно, полное безобразие. Это самое, что ни на есть, но другательство над природой. Очень хочется надеяться, что коттеджный поселок Новая Луговая прославится после нашего визита на весь городской округ Лобня. А может быть, даже на всю Московскую область или на всю Россию. А на минуточку дома здесь стоят по 40 миллионов рублей. Но при этом такое ощущение, что забота об экологии заканчивается вот на выращивании вот этой грядки с цветочками. Потому что то, в каком состоянии находятся очистные сооружения, к сожалению, приличными словами не выразишь. Очень хочется надеяться, что администрация коттеджного поселка все-таки прислушается к участникам инспекции Крейт. И уже в ближайшее время начнутся работы по модернизации очистных сооружений. И все близлежащие водоемы, в том числе и река Клязьма, снова наполнятся чистыми стоками, от которых не будут умирать рыба, утки и все живое, что сегодня находится на этих водных объектах. Продолжение следует...